Всем привет! Меня зовут Станислав. Рад видеть вас на канале Лестовы. Продолжаю расширять свой блогерский сетап и сегодня на обзоре микрофон Boya BY-MN1. У меня есть уже петличка от Boya. Вот такая вот. Это Boya M1. Офигительная петличка, но не всегда с ней удобно. Кстати, последнее видео, большая часть, где нормальный звук записан именно на неё. Ну ладно. В общем, я купил адаптер для DJI в основной экшен, в который я втыкал Boya. И теперь я буду в него втыкать другую Boya. Мне это надо для того, чтобы можно было записывать звук более раскованно. То есть она позволит мне писать звук на расстоянии там. Вот как сейчас, но без проводов. По крайней мере в глухих помещениях. А даже если не в глухих, то это лучше, чем встроенный микрофон камеры. Я теряю влагозащиту. Ну и бог с ней. Моя задача сделать нормальный звук. По крайней мере там, где я этого хочу. Ну а сейчас открываем. Курьер доставил с Алиэкспресса за три дня. Стоимость 2000 рублей. Вот такая уж штукенция. Коробочка почему-то с каплями воды. Очень интересно. Ну ладно, на складах всякое бывает. Обычная картонка. Ничего выдающегося в ней нет. Я думаю мы ее сразу выкинем. Руководство пользователя. Какая-то еще хрень. Ну а дальше всеми любимый Dead Cat. Мертвое окошко. И микрофон уже стоит внутри нее. Сейчас я сниму. И посмотрим. Сидит кстати очень плотно. Прям вообще. Ну, нормас. И вот сам микрофончик. Вот такая вот маленькая-маленькая пипка. Dead Cat. Не знаю, буду ли я пользоваться. Ну на улице-то конечно буду. В помещение я считаю, что ни к чему. Оп, упала. Вот это виброзащита. Опа. Вообще очень плотно сидит. Прям очень-очень. Переходники. Двушпеньковый. Вот этот. Два шпенька на три шпенька. А этот. Два шпенька на два шпенька. В бое, кстати, у меня выходной штекер трехшпеньковый. Ну ладно. Чего тут лирику разводить? У меня еще пока нет приспособы, чтобы вот это все закрепить прямо на камере. Но я поставлю ее примерно на том же расстоянии. А может быть я поставлю ее на камеру. По крайней мере попробую. В общем, пошел за адаптером. Сейчас изобразим. Поставил бою прямо на камеру. Закрепил я ее благодаря обычному двухстороннему скотчу. Там площадочка под холодный башмак. Я на нее налепил вот такой вот вырез из обычного двухстороннего скотча. Вот. Такой квадратик. И просто на камеру, на клеточку. И все. И сейчас вы слышите звук с расстояния вот пальцем касаюсь микрофона. То есть это где-то, наверное, чтобы не быть голословным, наверное, это полметра. Да. Полметра. Может быть. Миллиметров 600. Если этот звук не хуже, чем в петличке, вот с такого расстояния, вот так, как я говорю, то, наверное, о петличке я забуду до лучших времен. Я ее буду использовать чисто для того, чтобы писать звук в телефон, а потом, как резервную дорожку, использовать на посте. Потому что бывают случаи, как разозвук фатчится. Да, есть такое дело. Но давайте немножко усложним задачу. Сейчас возьмем и увеличим эту дистанцию. Ну, хотя бы вот здесь вот. Вот так вот это два метра. Если вот с двух метров меня вообще слышно и слышно нормально, то цены нет этого микрофона. По крайней мере, для вот таких мелких локальных студийных работ. На улицу мы его посмотрим. Но мы его посмотрим потом. Сразу скажу. Весь звук, который вы слышали, я обработал на посте. Что я вообще на посте делаю? Я сниму отдельное видео, но если в двух словах, то я привожу звук методом компрессии к значению примерно минус 5 децибел. Плюс-минус. Где-то так. И ставлю жесткий ограничитель на минус 4 децибела. То есть я считаю, что это тот минимум и максимум, в котором нужно стремиться работать. Кто-то может считать иначе, но мне вот кажется, что это комфортно. Потому что когда я слушаю свои видео с телефона, мне самому комфортно. Надеюсь, вы поставите мне лайк, напишите комментарий, обязательно подпишитесь на канал. Пока! Пока! Пока!